АПЛОДИСМЕНТЫ Я Лариса Бузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня невесты Анастасия, Вероника и Дарья. А жених у нас Дмитрий. Здравствуйте, проходите. Дмитрий, 52 года. Трижды пытался обрести семейное счастье с одной и той же женщиной, но всякий раз она влюблялась в других мужчин, разбивая его сердце. Дмитрий, директор сети проката строительных инструментов. Гордится тем, что в 19 лет стал кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике. Признается, что храпит по ночам. Дмитрия не заинтересует слишком покладистая и неухоженная девушка. Его избранницей станет спортивная, яркая и образованная женщина с огоньком, способная пробудить в нем инстинкт охотника. Здравствуйте. Здравствуйте. В питочках начнем? Конечно. Лариса, вам многие говорили за фильм «Жестокий романс», но только мне пришлось лупасить своих сослуживцев по стройбату по голове, чтобы они дали мне спокойно посмотреть этот фильм. Это вам. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Роза, я понимаю, что вы все равно будете меня чморить изо всех сил с мутищинским прононсом. Это вам. Не, ну тот факт, что он пришел с цветами, уже говорит о том, что он, да, очень... Ну, конечно, первое, что приходит в голову, это... Интеллигентный. Интеллигентный. Дмитрий, ну, конечно, первое, что приходит в голову, это поговорить о вашем ангельском терпении. Раз вы столько прощали жене своей измены и возвращали ее, но я-то знаю, что там дело в другом. У меня аж крылышки зачесались. И было такого особенного, что так она вас зацепила, и вы готовы были и дальше закрывать глаза. Вот из-за чего я из семьи ушел в конце концов, это описывается стихотворением, когда она с другим связалась, а я отпал как таковой. Какой она себе казалась таинственной и роковой, я все бы снес. Но горем сущим мне было главное вранье. Каким бесстыдным счастьем сущим во все разило от нее. Вот этого я выдержать уже не смог. Но вам и сейчас нужна женщина с таким же симпатичем. Планида моя такая. Нет, не планида. Это тип ваш мужской. А вас другой не возбуждает. Дай вам сейчас сельскую учительницу нравственную, хозяйственную, милую. Вы с ней заскучаете. Надо, чтобы она на тракторе умела кататься. Нет, надо, чтобы она трактором по вам прошлась. Да, да. Мне кажется, ему нужна такая стервозная девушка, судя по всему. То есть это наш случай на самом деле. Да, спокойно ему заскучает. Наш случай, да. Во сколько лет женились? Мне было 26, ей было 18. То есть я повстречал ее на пляже. Через сколько женились? Через год ей было 17. Я ждал 18 лет. Дождался, женился, прожили. И она тут изменилась. Года через три, по-моему, жизни. Как хорошо, что ты у нас такая верная, преданная. Абсолютно. Дети родились один за другим или... Дети родились вне брака, то есть я с ней поженился, потом вот она изменила и развелся. Потом мы снова сошлись, и тут начали рожать детей. Вне брака, да. Родили детей. И тут она влюбилась наконец-то в 33 года, по-настоящему уже так, по-серьезному. Когда она успевала-то влюбляться, она что, ходила куда-то? Нет, она никуда не уходила, она жила со мной все это время. Нет, но где же она этих мужчин? Ой, а что ты думаешь, что для этого нужно прямо выйти с утра и по Красной площади? И ты, любовь моя, где ты? Нет, ну как же не выйти на площади? Ну, с садовником, с водителем, все что угодно. Было бы желание, Рос. Ну, что-то я не уверен, что на садовника и водителя она бы запала, но в общем... Ага, а запал на кого она? Просто получилось. Ну, предприниматель такой, не очень крупный. Вы сняли отношения? Ну, я с ним поговорил, так скажем. Ну и все. Слушайте, ну мне вот кажется, что вначале он как-то не очень произвел впечатление, но сейчас я вижу, что парень, мужик, мужик без купюр, прямой, такой простой и, как мне кажется, добрый. Что было такого особенного в вашей бывшей, что вы все время ее возвращали? Ну, я ее не смог возвратить. Я ее все время пытался возвратить, но не смог. А было в ней то, что я не, как сказать, это девочка невзятая моя. То есть я с ней жил, но мне не удалось проникнуть до конца в ее сердце, пропитать своим ядом все ее естество и так далее. То есть вот она все время скользала из моих рук, и я не сумел. А вы прям как у Макса Фришек, Эльвири, хотели в сны ее войти, да? Прямо вот. Я хотел заполнить все, что у нее есть. Со следующей так же было? Каждую складочку. Ну, в принципе-то да, я такой тотальный, так скажем. То есть если я обрушиваюсь на женщину, это как бы я сравнил даже свою супругу, там спрашивали, а как ты вот на нее, там, как ты это ей рассказал. Я говорю, понимаешь, вот когда бетонная плита падает на человека, она же не спрашивает, как я, можно я на тебя упаду? Хрязь и все, и изменяешь на всю жизнь ее. Смотрите, Дмитрий, одно дело, когда падает плита бетонная на 30-летнего, а другое дело, когда на шестом десятке. Не боитесь сломаться, нет? Да нет, не боюсь. Хребет перерубит вам вот такая. Ну, это прекрасно же. Ему нужна такая стервозная личность, и в принципе ты подходишь под это. Мне нужна женщина огонь. Огонь с блеском в глазах такая. Жена должна вам быть по статусу, ну хватит уже молодыми девчонками, это, знаете, 90-е все, малинными пиджаками, и молодыми, у кого круче, у кого моложе. Сейчас этим никого не удивишь, а наоборот, только вызовите некие странные подозрения относительно себя. Вам нужна женщина состоятельная, состоявшаяся, да, от 40 бы я до 47 лет, уже не мечтающая ни о каких детях, которая сама будет представлять собой визитную карточку, и когда вы с ней будете выходить, это будет вызывать уважение относительно вас. Вот, Роза молодец. Вот, Роза молодец. Да, она всегда значит, говорит. Молодец. Бессмысленные слова, Роза, абсолютно, вы не послушаете. Нет, не послушаю. Я знаю, я в этом уверена. Потому что три дня назад я в плавках корячился на первенстве Кубка России по бодибилдингу. Три дня назад в плавочках. Никакого статуса. А я вообще, скажем, даже не корячилась, а прыгала с высоты 8 метров без страху. И что? Это же не говорит о том, что я теперь должна брать все моложе и моложе. Это как раз говорит о том, что мы в своем возрасте можем сдавать тон. Ну, я способна зажечь искру охотника? Я, да. Я уверен. Да? Да. А ты? Я вообще уверена, что это ты. Мужчины очень боятся через свой возраст смерти. И вам кажется, если вы будете с молодой, то вы и сами молоды. Правда-правда. И вам кажется... Нет, я верю. Я изо всех сил грябу против течения времени. Да, конечно. Я вас рассмешу. Вы, наоборот, плывете по течению. Потому что ни один мужчина, который сидел на вашем месте в возрасте, не сказал... Не признал. А мне очень важно, чтобы... Мое поколение, есть о чем поговорить. Мне нужна прекрасная, но ровесница. Никто. Поэтому не против, какого течения вы... Вы обычный мужчина на шестом десятке, который не хочет стареть. умирать. Согласен. Которому, наверное, есть что показать. А может быть, кто-то есть среди аудитории, кто хочет стареть и умирать? Поднимите руки, я хоть посмотрю на вас. Мне нравится, но обратился к зала. Он такой лучистый, светлый. У нас есть видео. АПЛОДИСМЕНТЫ Велкам ту май хаус. Пошли. Вот она кухня. Вот она рассада. Но если кто думает, что мышцы растут сами по себе, так нет. Вот они из-за чего растут-то. Но лучше всего мне удается, конечно, спать. Я вообще вот такой вот, как он Соня, прям лягу на эту кровать и сплюсь, 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 сплюсь. Вот она сейчас доченька, а листую из нее вот такие картинки. Униказы квадратные, беды квадратные, ванны квадратные, раковины квадратные. Квадрат – это моя любимая фигура. Я сам стремлюсь, похожая на квадрат. Вопрос о спортзале у тебя не будет стоять. Тогда вообще. Можно дома заниматься. Коврик расстилит и все покажет, как быть. Вы завидный и известный жених молодых барышень, которые сочли бы за счастье выйти за вас замуж. Наверное, вокруг вас вьются. Что не так? Почему вы один? Они недостаточно шалые, так скажем. То есть вот именно надо, чтобы в женщине сочеталось несочетаемое. Свою бывшую никогда не пытали, уже расставшись, уже когда кровь остыла. Никогда не спрашивали, скажи, пожалуйста, ну что во мне было не так? Почему? Я все тебя так любил. Почему изменяла? Не отвечала? Нет, это как бы разговоры велись постоянно об этом. Ну а что ее версия? Почему? Она заплачет, зарыдает, начинает кататься по полу, в общем, уходит от ответа как-то так. А у вас у самого никаких предположений? Нет, у меня есть. И скорее всего я скоро и сдам повесть на эту тему о том, как... Но это в двух словах. Что была за причина, как вам кажется? Причина была... Именно она попыталась прожить свою жизнь, которую не я ей навязываю, она попыталась сама стать хозяйкой своей жизни. И потом, по прошествии какого-то времени, она поняла, что жизнь-то в принципе только одна. И описываю я ее наиболее полно. Да мне кажется, просто она женщина, которая будет с ней долго по жизни, до 30 до 40, которая будет готова с ней прохать трудности. Молодой вам повеселился. Молодую хотите красивую, она захочет большие квадратные метры. Ну как бы я хочу, как все, конечно, старую и страшную. Ну ладно, раз уж у вас одни молодые и красивые, давайте. Давайте. Давайте смотреть. Василиса. Я думаю, что бессмысленно говорить о том образе, который Дмитрию подошел бы для постоянных отношений, потому что, судя по всему, именно постоянных отношений-то он и не хочет. Более того, вы хотите мучительно вернуться в один единственный свой опыт, вот тот, который был, судя по всему. Конечно. Не понимаете только одного, что женщину найти с таким характером или такую ситуацию можно, а вот полюбите ли вы ее так же. Потому что чувства, они дважды не повторяются. Любовь, она всегда разная. Я боюсь вот этого для вас. Но вот эта его тяга к молодости, понимаешь, реально, как внутри он как бы мальчиком остался. Не созрел, не созрел. Знакомьтесь с первой невестой, может быть, вам повезет. Да, пока что. Вы меня убиваете. Здравствуйте, Дмитрий. И я надеюсь, как минимум, мы с вами вместе потренируемся. А как максимум, давайте посмотрим. Это вам. Вы рассказали, да. Пойдемте, вас проводим. Анастасия, 31 год. По образованию преподаватель английского и французского языков. По профессии персональный фитнес-тренер. Гордится своими достижениями в конкурсах фитнес-бикини. Признается, что всегда опаздывает. Предупреждает, что у нее спортивный режим дня. Анастасия все чаще стала испытывать чувство стыда за своего избранника и в конечном итоге решила прекратить с ним отношения. Надеется, что Дмитрию она будет гордиться. Здравствуйте. Можно мы сначала преподнесем небольшие приятности для вас? Это цветы, чтобы создать немного весеннего настроения. Я только вчера прилетела от родителей из Дубая. И единственная передача, которую они там смотрят, это «Давай пожениться». Ой, спасибо. Спасибо, что вы смотрите дальше. Ах ты, шустрая ты какая. Ну, фигура. Да нет, все, вполне. Нет, ну да, молодец. Анастасия, ваш бывший избранник не дотягивал по социальной лестнице до вас? По статусу? Почему испытывали чувство стыда? Ну, во-первых, для меня очень важно, каким образом мой молодой человек относится к моей семье, к моим родителям, потому что это для меня святое. Давайте тогда пораньше. Как вы с ним познакомились? Мы познакомились с ним в фитнес-клубе. Он был инструктором. А я только начала заниматься спортом. И как-то вот так вот у нас закрутилось. Он на вас не обратил внимания сначала? Нет, он наоборот, всячески обращал на меня внимание. Это я не подпускала. И вот он своими различными там предложил мне тренировки, предложил... Вы москвичка? Нет, я родилась на Сахалине, но мы 13 лет уже живем в Москве. С семьей? Да. Очень яркая. Да, эффектная девушка, да. Красивая, красивая. Дмитрий, конечно, был очень рад, и... Он просто умер, когда он ее увидел. Он прям поплыл прям так это... У вас хорошая квартира в Москве? Машина хорошая. А у вашего тренера ничего не было? Ну, да. Послушайте, как будто я гинеколог, и говорим, давайте сейчас на сцене... Я вас сейчас все-таки пропустирую. Просто мне кажется, понимаете, о бывших либо хорошо, либо не как. Нет, они же не погодники, понимаете, или дома с подружкой. Что здесь уже какие-то... Расслабьтесь, расскажите искренне. Например, он поразил меня своей красотой, поэтому я закрыла на все глаза и пустилась в эти отношения. Потом не смогла терпеть, например, и все. Хорошо, основная проблема заключалась в том, что мой молодой человек был всегда доволен текущей ситуацией, да? То есть он не хотел развиваться, он не хотел учиться, он не хотел больше зарабатывать. А сколько лет он был? Он был на 5 лет старше меня. Девушка с претензией хотела однозначно амбициозного мужчину, к коим он не являлся. Вы влюбились в простого парня. Что вы от него хотели? Вы его повезли в Эмират и знакомили со своими родителями. И вышел он в трусак, и что такого? Ну, сейчас, глядя, так сказать, с высоты своих лет, я понимаю, вот то, что вы говорите, это абсолютная правда, да. Так оно и есть. Я попыталась взять человека с другой планеты и переселить его на свою планету. Ну, вы так тоже не говорите, ну какая там, вам просто повезло родиться. Нет-нет-нет, я имею в виду, его жизненная позиция была настолько далека от моей жизненной позиции. Вы чем занимаетесь? На данный момент я персональный тренер. Ну, тоже недалеко ушли, вы его коллега. Нет, буквально то же самое, да. Вы его коллега, что же такого? А давайте видео посмотрим. Давай. Вот когда-нибудь здесь персональный тренер. На какой бы точке планеты я не находилась, будь то Москва, Неборка и Кубай, я никогда не изменяюсь своему образу жизни. И практически мы каждый день начинаем именно здесь. Дорогой жених, я очень надеюсь, что однажды вы, например, вернитесь с тобой вместе. Я безумно люблю путешествовать, особенно в жаркие страны, где есть солнце, песок и главное море. Куда мы с вами сейчас и отправимся. Прошу. Море – это моя любовь, потому что оно дает мне энергию, силу, красоту. И я очень надеюсь, что ты так же, как и я, любишь море. У нее видео классное, ну, действительно такое. Мне кажется, она показала действительно, какая она есть. Давайте уже не про прошлое тогда, а про настоящее. Вас не смущает, что Дмитрий может быть ровесник вашего отца? А что у вас такой молодой отец? Папа постарше немного. Сколько ему? Папе 60. У нас много тем общих разговоров. Не смущает, родители не будут против? А на такие мы будем разговаривать только о вас. Нет, меня это не смущает. Вы в потрясающей физической форме. Дмитрий хочет еще детей. Двоих, например. Вы же понимаете, что на какое-то время, да, для того, чтобы потом восстановить, вот, тело, Придется согласиться на наш сердце. Нужно будет, да, и время, и... Ну, это безусловно. И депрессия. Я считаю, что... Готовы? Вообще хотите детей? Первоначальная функция женщины – это родить ребенка и воспитать его. А вы готовы к тому, что... Вы уж извините, пожалуйста, мы все, мы смертные, что Дим может не дожить до выпускного-то. Да. А что вы меня так смотрите, да? Выйдет со станки она сейчас, его машина собьет. Вы к этому готовы морально? Понимаете, разница у вас. 20 лет. И чего? Нет, Дмитрий, не обид, просто Роза так грубая, но... Манера моя какая-то, мшеттановская. Да, ну, в 70 лет будет, когда вам будет 70 лет, ребенок будет выпускаться. Да. Личный возраст. Прекрасно. Я тоже говорю, что в 70 лет жизнь только начинается. Я наконец-то сделаю себе подтяжку круговую на лице. Яс, и заживу. Вас это не смущает, и нас это тоже не смущает. Молод душой, молод душой мужчина. Жизнь начинается в каждом возрасте, в каждом десятке. У вас действительно плохой характер, вы правда в этом уверены? Потому что Дмитрию нужна женщина именно с очень плохим характером. Но иной он не согласен. Чтобы всю морду у меня расцарапало. Вы способны это сделать? Если очень попросите, я могу. Но внутри... Это его запрос именно прямо стервозная женщина, он этого не скрывает. Потому что ему хочется огня в отношении. Нет, у меня было слово шалая. Шалая? То есть он не столько стервозная, сколько шалая. А шалая это так, стервозная, смотрите, это так, которая настаивает на своем, вопреки даже желанию окружающих. А шалая это, я так понимаю, просто эх, мягкие шепки лужа. А это какая? Вот тогда давайте... Ну, это шалая шалавовая. Нет, нет, нет. Давайте определимся терминологически. Поднимаем тост. И женщина как бы отпевает. Я говорю, ну я же тост еще не сказал. Она, тьфу, все вино назад. И говорит, да-да-да-да, конечно-конечно не шалавовая. Вот это шалая сделала. Нет, это не из ее структуры. Я почему-то их рядом не вижу. Я тоже не вижу. Вот если я сейчас встану, выйду на сцену и сяду на шпагат, это будет... Нет, да ты перестань, ты что детский ляпит? Ну все-таки интересно. Это знаете как? Вот приходим мы с вами, допустим, на прием, посвященный там Новому году. Да, довольно пафосное мероприятие. Все, выпиваем по бокалу шампанского, идем танцевать и вы садитесь на шпагат. Прекрасно. Я оценю сразу. Ему нужна красивая вещь, которую взял именно на презентацию чего-либо, кого-либо. Либо в... Эскорт, по сути. Эскорт, эскорт, эскорт услуги. Вот шалава-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я тоже, например, себе нарисовала подружку. Не подружку, мне надо человека, который меня будет хоронить, когда меня собьет машина после Останкина. Ну я могу сказать, представляете, она будет очень долго... Да, в платье скажет, от какой же фирмы мне заказать черный туалет, чтобы прямо вся эта похоронная очередь попадала. Он поплыл от нее вообще. Да? Да. Он не видел таких. Да. Я хотела узнать, любите ли вы протеиновые оладушки на завтрак? Какой кошмар. Не надо так про протеиновые оладушки, вот что я вам хочу сказать. Вы мне угрожаете? Нет, но я хочу, чтобы это было официально запротоколировано, что протеиновые оладушки – это великолепная пища. Для ума и сердца. Значит, да. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция. Начнем со свидания наедине. Так я и думала. Анатолий, а вы чем занимаетесь? Я предприниматель. Ага. Но вы не чиновник, нет? Не в тех кругах? Ну, можно сказать, что немножечко в тех. То есть мы друзья. А вы женаты? Нет, я разведен. Let's stick to English. Let's stick to English. Absolutely. What kind of music you listen? What kind of music? I like R&B. I like Seoul. I'm in love with Tony Braxton. And I like any kind of R&B music. Давайте на русский язык перейдем. Ну, давайте. Честно говоря, я чокнутый персекционист. У меня есть, допустим, мечта про путешествие? Куда? Да, ну вот, взять, допустим, машину и проехаться по восточному побережью, по западному побережью, в США имеется в виду, или поездить по Франции и все прочее. Из-за чего не делается, хочешь, да? Да. Женщины пока еще нет. Нет нужного человека. Да, да. Да, он бывает эпатажный, как сейчас. На самом деле, вот за его брутальной нежностью, ой, извините, внешностью, вот, оговорился, да? Брутальной внешностью скрывается очень достаточно. Нет, он похож на бандита 90-х. Он похож на бандита 90-х, при этом он очень многоэтажный человек, понимаете? То есть вот на одном этаже он спортсмен, который достигает своих целей, значит, вот три... Нет, послушайте, давайте так. Можно это... Я больше спортсменка, а бодибилдинг, ну, знаете, с большим натягом к спорту. Он до этого был не бодибилдером, он был дзюдоист, потом он был силовой троеборья, и несколько лет назад он себе поставил цель стать бодибилдером, и он несколько дней назад занял третье место. Посмотрите, его жена, родная, которая ему детей родила, не уважала и вытирала об него ноги. Это неправда. А вы хотите... Нет. А, сюрприз похожите? Конечно. Проходите. С этой пары. С этой пары. Я обна не пошли. А я считаю, что он как раз таки похож. С сюрпризом на уделе. Так. Значит, смотрите, протеиновые оладушки – это всё-таки уже следующий уровень, правильно? Начнём мы всё-таки с апельсинового фреша, да? Так как мы с вами спортсмены, и наше утро, безусловно, должно начинаться с витамина С, а сейчас мы определим, кто же из нас быстрее, больше и, главное, качественнее сможет выжить апельсиновый сок. Пожалуйста, мне не поддавайтесь. Всё должно быть по-честному. Ну, она играет грамотно, типа, в шеф-ты, но рулю я. Поехали? Прямо вот так вот и сюда выдавливаем. Прямо вот так вот мы с вами резем и выдавливаем. А то есть выдавливать надо? Да, в конце нашего батла я скажу, какой приз. Вы должны победить. Я должен. Я должен. Санта! 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 Качественно. Это значит без косточек. Вылик вы, скажи, милые, 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 милые мне. Это я с собой принесла. Ну так ступо, давайте посмотрим, что у нас получилось. А я думаю, вы на шпагат всё-таки сядете. Так, ну, безусловно, вы немножечко меня опередили. Поэтому теперь мы точно знаем, кто будет первый просыпаться по утрам и выжимать нам апельсиновый сок. Прекрасно. Спасибо, Анастасия. Заберите цветы, свою подружку и в комнату проходите. Роскошная фигура. Не важно, да? Достаточно ли она для вас безбашенная? Шалая. Ну, в какой-то мере, да? Вот сок об этом говорит. Вам понравилось? Вы хорошо своего друга знаете. Я по образованию математик. В математике есть понятие «необходимые и достаточные условия». Вот для Димы необходимые и достаточные условия – это необходимые условия, чтобы девушка любила спорт, девушка любила книгу, девушка любила его, и девушка была личностью. Вот эти необходимые условия абсолютно соблюдены. Это я вижу, ну, я в восторге. Ну, ты его явно поразил внешними качествами. Но она сдержанная. Мы же люди в возрасте. Мы же так, мягко говоря, принюхиваемся. Это в 18 лет там бутылка шампанского склеивает семьи навечно. А когда тебе 52, это как бы происходит не так быстро и не так скоро. Он когда тебя увидел, у него сразу глаз загорелся. Это было видно. Мы там половину времени разговаривали по-английски, например. Я ее стремился как бы вывести как раз из зоны комфорта. И она великолепно это ответила. Нет, это как раз ее зона комфорта. Конечно. Это ее профессия – английский и французский. Ну, значит, я понтонулся и сам попытался выйти. Я спутал. И опять все спутал. Роза, как тебе невеста? Ну, Настенька, хороша, понятно. Но мне кажется, все-таки это будет очень неравный брак. Опачки. Задумался. Когда астрологи рассуждают о людях водных стихий, говорят, что рак – это обычная чистая вода, кристальная, рыба – вода мутная, а вы – ой, какая мутная вода. А она – скорпион, вода бурлящая. Этого бурления мы не увидели, потому что очень сильная земная стихия в гороскопе, например, луна в Деве. Да, это человек, который не просто работает над телом, который каждую мышцу будет прорабатывать. Вот такой гороскоп. И она в жизни внимательно к детали. Дома будет идеальной хозяйкой, просто идеальной. Я думаю, что, конечно, про оладьи это просто была шутка. Способна быть аккуратной, способна быть верной. Самое приятное ее качество – она сильно привязывается к тем людям, которые есть. Это правда. Это вот прям про тебя, дорогая. Могу сказать, что она из тех, кто не испытывает страсти сразу. Если готовы ее действительно завоевывать в течение какого-то длительного времени, тогда можете получить хорошую отдачу. А вы точно астролог? Знакомьтесь с второй невестой. Удачи. Здравствуйте, Вероника. Очень необычно на знакомство с вами. Посмотрим, что получится. Вероника, 30 лет. 7 лет работала инспектором таможенной службы. Сейчас занимается живописью и продает картины. Коллекционирует фарфоровых кукол, катается на лыжах и выращивает цветы. Гордится своим сыном. Супруг Вероники был прекрасным человеком в трезвом состоянии. Но даже небольшая доза алкоголя превращала его в неадекватного мужчину. Привет, девчонки. Здравствуйте. Какие вы все хорошенькие. Для начала можно я прервусь. Хотела бы от нашего стола к вашему. Клубника в шоколаде. Для отладки жизни, для настояний. Какая красота. Горис, как нам, а? Клубника в шоколаде? Да, в разном. Молочный, белый, темный. Просто красиво. Супер. Почему вышли замуж такая красавица за алкоголика? Вы знаете, он не алкоголик. Просто не всем дано сохранять лицо в пьяном виде. То есть, казалось бы, можно повеселиться, что-то себе лишнего позволить. Но были ситуации, которые могли бы повести с собой... Но он был пошлый, пошляк такой, да? Пошляк. Он мог, например, в компании сидеть, чья-то жена сидит, он сидит, ей грязные комплименты. Что у тебя там типа обвисла грудь. Была ситуация, это как раз-таки повлекло развод. Это ужасно. Странная самоуверенность. А это знаете что? Это наоборот, это комплексы. Это от вскудаумия раз и от безнаказанности. Очень верно. Грустно, конечно, когда молодые девушки должны выводить, лечить алкоголиков, потому что они их любят. Несмотря на то, что вот он так себя вел, вы все равно вышли за него замуж. До брака такого не было. Он был совершенно адекватным настоящим мужчиной. Он старше меня на 12 лет был. Заботливый, мягкий, хороший. Но стоит просто выпить, как понесла. А вот родился ребенок. Родился ребенок. Это его не изменило, наоборот, развязало ему язык. Да, и вы знаете, мне кажется, что может быть какой-то переходный возраст бывает у некоторых мужчин в определенный момент. И крышу стало сносить. Вы знаете, я все-таки защиту скажу. Все-таки, когда появился муж у Вероники, он решил все ее проблемы. Давайте будем откровенными, которые были. В том числе моральные проблемы. А материальные? Материальные, конечно, да. У них как таковых серьезных, конечно же, не было. А что за материальные проблемы у вас были? Вам что, одеваться не во что было? Нет, я с хорошей семьей. У меня всегда был достаток. Я благодарна своим родителям. Какие проблемы тогда он решил материального плана? Речь идет прежде всего о моральных проблемах. То есть была проблема, да? И он очень поддержал Веронику в тот момент. Ну какая моральная? Ее бросил за бараник. Нет, у меня была авария. Я попала в аварию просто в одну. У меня были некоторые проблемы ввиду того, что я работала в госслужбе на тот момент. А это сразу какое-то разбирательство. Это всякие идут представления на работу. То есть это, ну, такое... Вы задавили кого-то, что ли? Нет, я сбила человека, был момент. Но не задавила, слава богу. Он жив, все в порядке с ним. Не, ну закрылись и задавили. Это одно и то же. Он не отмазал. Нет, это невозможно отмазать, потому что, когда рассматривается дело против госслужащего, это сразу же настолько все важно. Ну а что тогда? Нет, он меня поддержал. То есть как бы он рядом. Но вы говорили наказание? Нет, я не виновата была. Она не была виновата. Чем дальше, тем интереснее история становится. Абсолютно, да. Достаточно ли вы безрассудны? Я не прощаю ошибок. Я не прощу, если мужчина где-то ночует не в том месте. Если он как-то, это будет наказание. Надо только не осмотреть. Я сразу предупреждала. Я хочу сказать, что это не ошибка, а ошибище. Это просто реально, дурное поведение. Я очень много даю семье, и я много буду требовать. А давайте посмотрим, как вы живете. Здесь очень уютное, тихое, спокойное место для отдыха после рабочего дня, для воспитания детей. Вообще, в принципе, для наслаждения жизни, скажем так. Я предлагаю вам зайти ко мне домой. Там будет более интересно и много штрафчиков. Добро пожаловать. Это кухня-гостиная. Здесь, в зоне кухни, я люблю готовить, встречать гостей. Мы уютно проводим вечера за хорошим вкусным горячим ужином. И также уютно проводим время на диване и смотрим хороший какой-нибудь фильм. И на душе уютный интервью. Предлагаю пойти ко мне в комнату на второй этаж. Ну, это здесь зона музея именно меня. В шутку я это называю. Одна из моих первых работ я, на самом деле, может, как-то подсознательно нарисовала себя. Ну, с кем-то. С кем, не знаю, с кем. Эта моя работа была уже сделана после моей смерти. Душевно, как бы, мысленно ее отпускаем. Но я с ней на свете. Здесь я пыталась воплотить какую-то комнатку принцесски. То, что я мечтала в детстве, наверное. Хотела создать закруглую обстановку. А провинция Франции, Прованска, как-то нельзя лучше подходить сюда. Все эти маленькие шторки, за дверью в шкафу, за навесочки с розочками. Все это мне помогает отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Я чувствую себя здесь комфортно, уютно, уютно. Дом хороший, машина. Надо же подружиться. Может быть, кстати, нам это и понравилось. Вероника, дорогая, поедете в Екатеринбург? А почему нет? Смотря, кто зовет. То есть вы легкая на подъем? Меня ничего не держит. Я вот сейчас... А дом? А хозяйство? Папа. Со мной там папа. Мама, к сожалению, умерла этим летом. Ой, я вам учусь соболезновать. Это, конечно, потеря, но надо жить дальше. Умеете вообще держать удар? И нанести тоже могу. Молодец. У вас осталось два бонуса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Давайте с семейных традиций, наверное, начнем. Есть такая? Все наши семейные традиции ушли, конечно, к сожалению, с мамой. А вот тайна у меня есть. Месяц через месяц, примерно так, мой организм выдает сразу две яйцеклетки. Я могу родить разнополых, разнояйцевых, красивых. Да нет. Чего ж вы молчали? Надо сразу с этого начинать. А сюрприз покажете? Да, покажу. Пожалуйста, проходите. Не, молодец, мне понравилось. Да, прикольная девчонка. Дмитрий, вы спортсмен. Ну, да. Я думаю, что все девушки в этом зале меня поддерживают. Пожалуйста, очень хочется увидеть этот обнаженный торт. Я даже помогу, пожалуйста. Поднимайтесь. Да, очень хочется. Вы правда этого хотите? Да вы сами этого хотите, это же очевидно. Да? Конечно. Покажи нам свой бицепс. Покажи мне любовь, да? Трицепс. Ну, хорош, хороший. Хорош, хороший. Хорош, хороший, да. А пузинчики висели. У меня старшийся объявляет кожу. Не будем терять. Еще там прекрасно, Рост, ладно. Дима, 40 лет занимается спортом. Прошу подойти сюда. Нет, ну, хорош, это прямо вот. Ну, как на такой груди не оставить след художника? Показал свое тело. Теперь еще больше будет на него, девушек, на него заглядываться. Ну, да, да, такая мини-реклама. Он же суть ваяния влюбленного скульптора. Да. Ой. Каждый может обидеть художника. Так. Тут жарная баба. Трицепс. Ну, красиво же. Ну, красиво. Как-то так. Тут что-то такое, то ли Греция, то ли Рим. В любом случае, создает настроение. Я бы хотела, чтобы это у тебя висело. Это санта Рим. Вот. Почему бы нет? Так что это тебе на память от меня, от передачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Щебетунья. Забирайте цветочки, девчонки. У нас просто фантастическая подружка. Очень. Ну, вообще тяжело, да, такую форму поддерживать? У меня вообще тайны не осталось от вас. Что? У меня вообще тайны от вас не осталось. Скажите, тяжело такую форму поддерживать? Нет, мне легче поддерживать ее, чем вот это все прекратить. Потому что мышцы сдуваются тяжело, кожа обвиснет и так далее, и тому подобное. Вот честно, сначала он меня вроде как смутил, но вот там он не понравился. Понравился? Я типа, что ты классный, Вероника, ты супер молодец смотрелась вообще. А как хотите провести годы, когда вы уже отойдете от дел политических, например, от работы? Вот когда уже будете пожинать плоды, о чем мечтаете? Ну, я мечтаю о том, что я никогда не буду пожинать плодов, а умру я, нагнувшись, завязывая кроссовки. В оргазме ты умрешь! Завязывая кроссовки перед утренней пробежкой. Ну и, может быть, умру в оргазме. Что вы скажете про Веронику? Меня лично она просто очаровала. Красавица живая, естественная. Вот про Веронику хочется сказать следующее. Я смотрю и понимаю, что вот в России на самом деле самые умные, красивые, креативные девушки. Вот какое-то такое ощущение остается. Однозначно. Однозначно. Это нас касается. То есть настолько правильно тебя увидели, очень приятно, хоть и времени мало было. Вам понравилась Вероника? Да. Вот посмотрите, она не менее красива, чем первая невеста, да? Да. И фигура потрясающая. Я прям замешательный. Она рожала, да. Но она ведет себя совершенно по-другому, питерская девочка. Роза, а тебе как? Я совершенно не против Вероники. Мне тоже понравилось. Ребенок есть. Мне нравится, что вот они тебя увидели правильно. Такая какая ты есть. Ну да. На мой взгляд, Вероника ровно тот психологический типаж женщины, который вам нужен. Именно психологический. Тут дело не в том, чего добилась, есть ли дети, какая история за плечами. Тут важно то, что это ваш психотип, и вам с этим психотипом будет достаточно комфортно. Она будет понимающей в тех моментах, где это необходимо. Она будет буфером от ваших собственных сумасшествий, потому что она достаточно трезвая, земная. Но в какие-то моменты времени, да, в ней живет мисс Хачу. Она способна и каблуком топнуть, и кулаком, наверное, стукнуть. Способна. Нехороша при этом. Велика в ней сила желания. Иногда эти желания ее ведут такими неведомыми путями, я думаю, что вам еще стоит. Вот из того, что вы рассказали с ней посравниваться, поконкурировать, она, думаю, даст фору. Поэтому чудесная девушка, но еще расскажу вам. Мне кажется, что сегодня ваше желание или то, что вы демонстрируете за него, явно противоречит вашей потребности внутренней, настоящей. А я тебе сразу сказала, что ты ему подходишь. Просто другой вопрос. Нужен ли он тебе? Еще есть одна невеста. Знакомьтесь, проходите. Заканчивай психологию, да? Нет. Так, где? Там вы будете. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Дарья. Пойдемте познакомимся поближе. Да. Это вам. Спасибо большое. Дарья, 31 год. Работает юристом в инвестиционной компании и в агентстве по недвижимости. Обожает париться в бане и нырять в прорубь. Мечтает открыть свою кофейню. Предупреждает, что ее избранник должен прислушиваться к ее мнению. Ровно в тот момент, когда Дарья впервые испытала чувство гордости за своего мужа, он унизил ее так сильно, что отношения было не спасти. Надеется, что Дмитрий окажется настоящим мужчиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. У нас небольшие подарочки для вас, поскольку мой родной город Томск. Это конфеты. Ручной работа, течи молоко. Томск, это родина моей бабушки. Маминой мамы, спасибо. Очень приятно. И небольшой такой весенний из ягод сюрпризик. Можно кушать прямо сейчас? Как тебе третья невеста? Ну, мне понравилась она, потому что профессия ее уже говорит о том, что это очень высокоинтеллектуально развитый человек. Расскажите, как вас муж унизил? Ну, скажем, просто была не очень приятная ситуация. Муж вложился в бизнес наконец-то. Да. Путем метаний, проб, и они с кем-то в долю построили ночной клуб. Да, они открыли кафе-ночной клуб. И вот день открытия, успех, фурор. Вы вся красивая, напомаженная жена пришли. В день открытия, когда я подошла к супругу рядом, там диджей что-то объявлял. Я, наверное, испытала те чувства, которые вот я ждала все это время. Очень хотелось им гордиться. Взяла его за руку, подошла, и он меня так тихо отодвинул. Не показывай, что ты моя супруга. Это лишнее, это ни к чему. Да он драл, да, своему бывшему мужу, как следует. Ты бы дала прикурить. Но это было последним днем вашего брака, я надеюсь? Это было за несколько месяцев до рокового принятия решения. Выяснилось, что он открыл этот клуб для того, чтобы знакомиться как раз с девицей, и вы ему мешали. Или я слишком упрощаю? Ну, видимо, так, я не знаю, потому что знакомства там действительно были. Скажите, а когда он только вздумал открыть, допустим, не пельменную для ветеранов, а ночной клуб, вы на что надеялись? Я, честно говоря, не была против, что он там будет пропадать какое-то время. Но вы же понимали, это как пчелы против меда. Но это же смешно. Вы же понимали, чем это может закончиться? Наверное, на тот момент это уже был такой между нами бой своего рода. Потому что уже к тому времени как-то семья... В общем, не ребенок. Ребенку сколько было на тот момент? А тогда было порядка 4 года. И уже не ребенок вас не держал никак? Нет. Где вы сейчас живете? Здесь, в Москве. Мне кажется, внешне он не так уйдет, мое мнение. Но она очень миленькая. А ничем вас Дмитрий не напугал? Напугал. Чем? Напугал Дмитрий, безусловно. Можно я скажу? Можно. Первое впечатление было действительно очень положительное у вас, Дмитрий. А дальше, вы знаете, показалось, что вот вам вроде столько лет, 50, вам бы семью действительно иметь. А такое ощущение, что вы хотите спутницу на показ, то есть некий экскорт, а не жену, действительно, которая будет ухаживать за вами, будет вам и в горе, и в радости. Вы путаете, собственно... Вы путаете. У меня песочек-то еще не сыпется, за мной ухаживать-то особо не надо. Я не в том плане, чтобы подать стакан воды, либо убрать тарелку. А сопровождать вас по жизни, как женщина, то есть ухаживать как женщина, то есть действительно заботиться о вас там, как вы выглядите. Или все-таки вам нужна девушка на показ? Да, она должна нравиться. Ну, нравиться можно по-разному тоже, да? Нет, он же сказал, как должна нравиться. На шпагат в мэрии подсказала, да? Именно это. Он именно этим напугал. Именно этим он напугал. И вот группа поддержки защищает. Молодцы, конечно. Нет, ну, молодец. Какая приятная, да? Обаяцкая. Тоже нежненькая. Вы выглядите девушкой прилично, стеснительной. Вы такой не будете. Я вас разобращу, влюблю себя, потом брошу. Ой, ну я уверен, что этого не произойдет, потому что Дарья, с учетом ее опыта, знает себе цену уже. Да. То есть при словах, я хочу открыть ночной клуб, она мне сразу стулом по голове. То есть вы его исправлять брошили? Нет, я никого не собираюсь исправлять точно. В общем, вы недостаточно, а безрассудно для того, чтобы вот в омут с головой. Вы знаете, или кто поди, знай. Я скажу так, чтобы в омут с головой, конечно, наверное, не про меня. Я присматриваюсь, я подумаю. Вы юрист. Помогли бы друг другу за это полезно? Но при этом я на самом деле очень легкая на подъем, авантюрная, жизнерадостная, много друзей. А еще у вас скелет в шкафу, о котором мы можем узнать, если вы хотите. Какой у вас скелет в шкафу? Бонус. Или не будем? Где-то как не будем. Что, прям хотите? А зачем? Я тут до трусов почти разделся, а вы говорите, скелет в шкафу не будем. А вы думаете, там это с раздеванием как-то связано? Что это значит, лекарство? Я практически не пью таблетки. Я их боюсь глотать, правда. А как вы лечите? Вот у меня есть такой... Никак. Порошок? Самовнушением. Медитации. А почему вы боитесь пить таблетки? Случилось в детстве стеноз, так называемый. Начала задыхаться около восьми лет. И все, с тех пор я не могу. Таблетки, уколы. Для меня это паника, страх. Все, поэтому я не просто... И ребенка также лечу. И зубы без анестезии. И мы себе. Покажите сюрприз. Я попробую. Танцевать будут, наверное. Тушина плавит нежность, как воск свечи. Время лечит, а ты молчишь. Но потом все простишь. Оп, смотри, как он сразу. Мне вот это не понравилось. Нам дороги нет, как в конце коридора свечи. Через зло, правду свечи. Я буду жить для тебя, обещаю. Над пропастью по краю я тебя проведу. Дай мне руку, я буду с тобой. Я буду жить для тебя. Слышишь, вечно. Своей любовью бесконечно. Я спасу нас двоим. Ангел мой. Ангел мой. Ну, как смогла. Очень интересно. Даша, у вас нисколько не смутила вот такая близость с малознакомым человеком. Это же сцена. Мы здесь все звезды должны быть. Играем? Спасибо вам. Не забудьте цветочки. Проходите. Спасибо. Анатолий, поскольку вы не женаты, сейчас свободны. Вы тоже за все это время могли бы присмотреть себе невесту. У нас так бывает, что складываются сразу две пары. Это сложный случай. Я с сыном живу. Вот, поэтому я пока... А сыну сколько? 11 лет. Несложный. У нас очень много отцов-одиночек. Нет, у меня еще... Может быть, в следующий раз? Немножко требования сложные. То есть я, как бы, у меня условия такое. Что, сложнее, чем у Дмитрия? Намного. Вот какое. Потому что, как бы, я когда с девушкой знакомлюсь, я ее предупреждаю, что наши отношения будут ровно до того момента, когда она повысит на меня голос. Вот все. То есть с точностью да наоборот. Вот мнение не перебил последнее. Самое интересное, они подумали, что я скромная девочка. Уже приятно. Дарья великолепная. Как вы понимаете, я ее пытался вывести из зоны комфорта, да, когда вот шагнул я ей за спину. Она не испугалась этого. Восприняла это все адекватно. Она молодец. А вы их зачем как трактор тестируете? Я никак не пойму. Все время что-то... У меня все такой. Я что с собой сделаю-то? Анатолий, а вам-то понравилось Дарья? Очень понравилось. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Дарья человек чудесный, но человек, которому все время суждено со стороны жизни видеть такие своеобразные подножки. В частности, они могут и в личной жизни проявляться. И ей нужно к этому быть готовой. Это постоянная жизнь как на вулкане, несмотря на то, что ей хотелось бы спокойной жизни. Мне кажется, что с вами все более-менее понятно, более-менее очевидно. И, наверное, она могла бы решиться сделать этот шаг какой-то. Хотя я, наверное, не советую. Все-таки это не совсем ваш тип женщины, и вы не ее тип мужчины. А у меня постоянно подножки. Все время. Я хочу спокойно жить, да. Кого вы советуете, Анатолий? Я советую, наверное, первую девушку. На Дмитрию наиболее подходят. Они, как это вот есть понятие, общие планы на будущее, да? Вот я чувствую, что вот первый вариант... Хочется он с ней прожить и умереть в один день. Да. Хорошо. А такой прямой вопрос, если он к тебе зайдет. Ты как? Выйду ли я к нему? Я думаю, да. Роза? Настеньку жалко. Она, в принципе, может согласиться и выйдет, но вряд ли она с вами долго. А мне все-таки хотелось, чтобы и у вас была семья, и она была не на один день, а как минимум на оставшуюся жизнь, в общем-то. И поэтому тоже ее надо проживать. Ну, может быть, Даша, она помягче, поспокойнее, ребенок. Если он зайдет, выйдешь? Ну, может, выйду, пообщаться-то надо. Я уважаю людей и людской выбор. Мне нисколько Анастасии не жалко, с чего вдруг. Она способна за себя постоять, за ней стоят родители, у нее все хорошо. И если что-то будет не устраивать, она соберет чемодан и уедет. Поэтому что это? Она, Настенька, абсолютно несказочный персонаж. И она пришла за вас бороться, значит, она тоже все про себя понимает. Я как раз вас вижу, и она как раз та женщина, которая заставит вас страдать. А вам это необходимо. Вас это будет будоражить. Ну, почему нет? С ней вы будете всегда держать вишенку между попой, между булочек. Я считаю, что вам больше всех подошла бы Вероника. Это правильный для вас образ. Мне кажется, что к женщине такого типа вам надо было бы стремиться. Он должен к тебе стремиться. Мне нравится это выражение. Я думаю, что вы давно решили, к кому пойдете. Мы вас поддержим. В любом случае, проходите. Первая, вторая, третья. Спасибо. Эй, Марьян, ты слишком долго. Ура! Очень важно, чтобы женщина попалась яркого склада. Она не должна быть тихоней, спокойной и забитой. Именно с такой женщиной огоньком вы сможете спокойно договариваться и комфортно себя чувствовать. Выходите. Давайте Дмитрия поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдем, пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Уже родная? Так, ну что, давайте. А что тянуть-то? Давайте. У нас есть пара Дмитрий и Анастасия. Есть и вы одиноки. Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы. Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузлева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...